Ну что ж, всем вновь привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертирую, мы продолжаем. И на этот раз мы прилетим в систему Гамма-Аиды. Насколько я помню... Чё у нас там? Так. Найден он на вере, из колонии скопления Гамма-Аиды исчезли все жители. Так. Систему Антея. Скопление Гамма-Аиды. Хорошо. Хорошо. Куда исчезли все жители, надо проверить. Замечательно. Здесь мы всё нашли. Я просто очень сильно забыл, что здесь можно вот так вот обыскивать. Ну, вы поняли, о чём я. Так. Гамма-Аида, 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 Гамма-Аида. Ага, вот гаммаида Антей, какус, варианта Так, стоп Система гаммаида Но еще раз, куда нам там надо-то? Антей Надо запоминать сразу Или записывать хотя бы А то это может долго проходиться Так, ладно Вот у нас гаммаида Быстренько, раз, пултос Какус, антей Да Выстрелили нами Нами, чуть-чуть Нами Нами-нам Так Исчезли все Жители Которые здесь были Надо узнать, почему Так По-моему, я здесь был А нет, не был Значит, сейчас будем зачитывать все Как обычно Гунидор Ледяной мир Средних размеров Тонкий атмосферный слой Которого состоит из Скриптона и ксенона Поверхность планеты Необычно гладкая Что позволяет сделать вывод О ее обновлении В результате Крио-вулканических процессов Несмотря на то, что В настоящий момент Они не наблюдаются Такие вот дела Вермали Огромная скалистая планета Земного типа Местами покрытая Льдом Атмосфера Которой может Содержать метан и этан Кара Вермали Вемали имеет Высокое содержание Кальция Встречаются залежи Железа Ввиду наличия На поверхности Ядовитых газов Исследователям Рекомендуется Принимать Чрезвычайные Меры Предосторожности Мы обнаружили Крупное месторождение Ухана Урамы Урамы Обнаружили уран Ладно Плоба Плоба Больший Из двух Газогигантов Системы НТ Сканирование Произведенное Исследовательскими Кораблями Показало Наличие В глубинных Слоях Атмосферы Планеты Массивных Твердых Объектов Имеющих Слишком Регулярную Для природных Образований Структуру Некоторые Называют Плобу Юпитерианским Мозгом Считая Что Это Суперкомпьютер Планетарных Размеров Приверженцы Этой Теории Посылают Безответные Сигналы В направлении Громадных Конструкций В надежде Привлечь Внимание Машины Согласно Другому Мнению Древняя Космическая Раса Избавлялась От своих Вооружений И сбрасывая Их На планету Последняя Попытка Изучить Глубинные Аномалии На Плобе Закончилась Гибелью Исследовательского Корабля С двенадцатью Членами Экипажа Когда тот Не смог Подняться И был Раздавлен В нижних Слоях Атмосферой Газового Гиганта Разведывать На орбите Планеты Плоба Был обнаружен Странный Объект Талли вместе Со старшим Инженером Андерсоном Попытались Выяснить Его происхождение Внутри Они нашли Фрагмент Записи Матриарха Зеленаги Вот такие Вот пироги Друзья мои Следующая Планетка Это Эдмос Эдмос Обычный Водородный Гелиевый Газовый Гигант Атмосфера Которого Содержит Примеси Метана В случае Удачной Терроформирования Требина На Эдмосе Будет построен Комплекс По переработке Гелия-3 Ну Высокую Концентрацию Водорода Мы нашли Будет Добыча Здесь Потом Как бы Агека Во время Горяч Во время Первого Исследования Системы Антея К небольшой Горячей Планете Агека Был послан Всего Один Зонд Его Данные Показали Что Эта Планета Учитывая Ее Размер Обладает Чрезвычайно Богатыми Залежами Тяжелых Элементов Агека Планета Земного Типа Тонкий Атмосферный Слой Который Содержит Крептон Иксенон Ее Кара Состоит Большей Частью Из Магния Случаются Залежи Кобальта И других Тяжелых Металлов Ввиду Чрезвычайно Неровного Рельефа И большого Количества Кратеров Ощуществлять Посадку Космических Кораблей На поверхность Планеты Не рекомендуется Вот такие вот Зола Ну и Требен Это небольшая Планета Земного Типа Атмосфера Которая Состоит Из Сотой Аргона Поверхность Планеты Имеет Высокое Содержание Никеля Встречаются Залежи Серебра Климат Требена Достаточно Мягок Но Нехватка Воды И подобных Ей Субстанций Стала Препятствием На пути Развития Биосферы Корпорация Экзегения Произвела Недавно Тестовое Столкновение Одиночной Ледяной Кометы С поверхностью Планеты Что Это Стало Первым Шагом В осуществлении Долгосрочного Плана По увеличению Толщины Атмосферного Слоя И введению Воды В окружающую Среду Требена Развед Группа Находящаяся На поверхности Отслеживает Геологические И метеорологические Изменения Произошедшие В результате Тестового Столкновения Большая часть Воды По-прежнему Находится В виде Атмосферного Пара Но Образование Заметного Слоя Облаков Уже Произошло Все признаки Говорят О том Что На этой Безводной Планете Скоро Пойдет Первый Дождь Работу Исследовательской Группы Затрудняют Частые Механические Поломки И компьютерный Сбой Спутниковых GPS Систем Полетели И как всегда Берем наших Молодцов Высаживаемся И надеемся На лучшее Ну и сохраняемся Конечно Тоже Так Давайте сначала сюда Потом К аномалии Я думаю Что будет Все правильно У нас такая Мини пустынька Здесь просто Очень Сухо Даже не факт Что жарко Но сухо точно Как вы видите Облака у нас Над нами Есть Так что В принципе Все хорошо И наша основная задача Собственно Понять вообще Что здесь произошло Это такое Поэтому Я думаю Что есть смысл Здесь немножечко Задержаться И что я хочу сказать Я буду Периодически Вот так теперь Делать Что Сюжетные миссии И миссии Где можно пострелять Что-нибудь Интересненькое Поделать Будут пересекаться Вот с такими Миссиями Где в принципе Тоже может Ну Может быть Какой-то Экшен Но В большинстве Своем Я как правило Их буду проходить Для того Чтобы заработать Какие-нибудь Полезные Вещи Например Найти Какие-то Ископаемые Либо найти Какие-то Ну не знаю Хорошие Нужные предметы Вот Потому что Ну Для Полного Прохождения В принципе Мне уже Не нужно Ничего Находить Кроме Брони Но Тем не менее Знаете Все равно Будет полезным Побегать По этим Планеткам Поизучать Особенно Для тех Кто хочет Сделать Полное Прохождение Естественно Это будет Нужно Вот такие Вот дела Так Гору Вот эту Лучше Наверное Будет Объехать Особого Смысла И желания Заезжать У меня На нее Нету Поэтому Я ее Объеду Буду радоваться Жизни В небольшом Отдалении От нее Ну Хотя Ладно Чуть-чуть На нее Все-таки Заеду Но Самую Малость Самую Малость Потому что Я так Смотрю Что она Довольно Большая Все-таки Так Ну Пока Нас Здесь Ничего Особо Интересного Не ждет Надеюсь Что Когда Мы Доедем До Метки Нас Что-то Будет Там Все-таки Ждать И Пока Я ископаемых Если честно Не нашел Значит Они Где-то Либо В середине Либо По краям В общем Где-то Они есть Но Не там Где я Их Искал В данный момент А пока Мы Доехали Вот До Той Непонятной Фигни Которая Является Капсулой Возможно Гетовской Может и нет Кто знает Ну Видимо Нет Так Упс Следов Выживших На Необнаруженном Капсуле Ничего Нет И За исключением Истрепанного Флага На котором Изображена Эмблема Колонии Неминес Получил 16 тысяч За это Почему бы Нет В принципе Уже У меня Миллион Пятьсот Семьдесят Пять Тис Чуть Так Выкопилось Продавая Все и вся Че это было Что Что так Сотрясло Землю Я понял Значит Я правильно Понял Я вот Тебя Искал Дружочек Ты мой Хороший Маленький Мальчик Тебя То я здесь И собственно Искал Самой Мало Сломал Все колеса В хренах Просто Все колеса И морду Корабля Тебя 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 В тот момент Когда вот это Нифига неожиданно А ты, я посмотрю Жесток чувак Жесток Так я опять забыл на что чиниться на x по моему круто мы сразу все починили прям вас хотя да у нас же гарус прокачанный полностью чё я удивляюсь то чего себе удивляюсь разгару прокачанный так а теперь нам получается надо будет к исследовательской базе но мы пройдем сначала в угол а потом исследовательская база стоит что-то они там исследуют надеюсь что-то полезное вот видите я не зря решил вот сторону поехать там полезные ископаемые возражались тем более с молотильщиком весело интересно всегда когда вы сражаетесь с кем-то наверно так опс немножко криво встали самую малость так месторождение урана детей у нас однозначно уже походу точно не будет так облучены насколько это вообще возможно забрался отлично так что у нас самому углу получается какая-то аномалия давайте кстати к углу проедем как раз таки потом уже закончим на исследовательской базе я думаю что есть в этом смысл так с опять швыряет как хрен знает кого но нам не привыкать мы уже привыкли прыгать на мака это лаборатория куда нам пока рано но мы как будто приедем но чуть попозже все пока что я думаю заняться поисками ископаемых которых кстати в большинстве своем ни хрена не видно простым взглядом скажем так поэтому все очень чуть-чуть печально так мы почти доехали кстати это хорошо это хорошо правда не встретили никаких ископаемых но главное до места доехали так что почему бы нет интересно что это за датчик и влечет ли он за собой какую-нибудь опасность или все таки это просто датчик что-то мне это не очень нравится находку устройство звучит направленный сигнал на геостанционарную орбиту это приводит к сбоям в работе gps спутников разведгрупп и становится причиной их крушение неподалеку отключили эту гадость и да вот действительно спутники уже не один спутник здесь упала 4 минимум но мы ее как бы отключили 5 минимум 5 хотя по идее мы ее слишком рано учили а может и нет не знаю посмотрим будет видно сделали ли мы ошибку или поступили правильно но мы в любом случае поступили правильно но рано или поздно попал вот в чем вопрос так ладно оба на а там вражина чья-то стоит я не удивлюсь если здесь наемники или гетто бамс просто разлетелись но это мародер просто бедняги разлетелись с двух выстрелов и гам вообще совсем так ну что ж поехали на лабораторию подъедем к ней и узнаем все же что же там произошло такого попутно заберем вон те полезные искупаемые так и что это у нас это у нас плутоний окей черт промахнулся немножко так месторождение плутония замечательно 16 штук еще получили просто божественно собирать плутоний в костюме он же вовсе никак не опасен наш костюм нас всегда защищает так же как собирать уран наверно так же весело вот я на самом деле не знаю здесь довольно обширная лаборатория мы поможем войти вот в то здание если мне не изменяет память такое там целый мини комплекс здесь уже давно никого не было вот вот о том и речь дорогие друзья так скандалист пистолет скандалист просто просто хорошее название для пистолета скандалист боже скандалист поставим его на нашего друга так давайте дадим армагеддон все-таки ему что он у нас часто стреляет с армагеддона а тебе мы дадим торнадо наверное ну да торнадо так 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 как у нас ты часто стреляешь с вот этой винтовки на тебе ковалева а так как ты у нас часто стреляешь с чего-то подобного ну тоже на тебе ковалева только более плохого отлично так снайперскую винтовку ну я думаю тебе дать волкова в принципе рексу тоже можно дать волкова ага карпову тебе еще дадим ну да наверно тоже карпову дадим хотя скандалист в принципе довольно неплохой так здесь вроде все тоже нормально по броне у нас нет брони ни того ни того я всю броню к фигам продал чуть чуть брони у нас нормально нет ладно 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 в любом случае если мне даже понадобится броня я ее смогу спокойно купить судя по этим журналам разведгруппа обнаружила здесь технологии пришельцев может мы узнаем больше на месте раскопок возможно давайте посмотрим дальше в следующем здании может нам там что-нибудь интересное ждет ну кроме аптечек так и последнее здание ммм боевой сканер шестого уровня или какого седьмого даже уровня простите боевой сканер седьмого уровня очень крут очень крут здесь мы ничего не найдем осталось сохраниться и переместиться в зону раскопок раскопки у нас собственно вот здесь проходит давайте посмотрим что же в этих раскопках мы можем найти возьмем с собой оружие на всякий случай сразу в руки даже можно сохраниться на всякий случай опять таки что-то мне это напоминает правда в прошлый раз здесь были обезьянки в этот раз здесь никого нет это не навевает мне ничего хорошего боже серьезно дорогие друзья хаски подходите поближе есть для вас хороший сюрприз с такими-то орудиями труда мы справляемся я знаю уже видел культ машин наверное разведгруппа нашла какую-то инопланетную технологию которая превратила их в безумных фанатиков что бы они не нашли здесь этого уже нет ну да логично но мы все равно пойдем посмотрим и и как-то это надо как-то что-то что-то это как-то знаете это напоминает мне кое-что ну ладно я не буду пока об этом говорить кое-что мне это напоминает так безумные фанатики есть здесь еще что-нибудь полезное да здесь есть кое-что полезное конечно ручное отключение зачем тратить непонятно на что унигель если можно сделать все вручную ух 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 а ёма отойти пожалуйста Эти существа раньше были разведгруппой экзогений. Их превратили в хасков при помощи таких же устройств, которым геты трансформировали людей на Айден Прайм. Неизвестно, как эти устройства оказались на этой пограничной планете так далеко от территории гетов. Вот такие вот дела, такие вот дела, такие вот пироги. Но в любом случае, не мешало бы все это дело обследовать получше. Волков-призрак, замечательно. Волков довольно сильное все-таки оружие. Мне оно нравится. Но лучше, чем то оружие, которое у меня уже есть в игре. Насколько мне не изменяет память, к сожалению, нету. То есть у меня уже топовое оружие стоит. Несмотря на то, что оно всего седьмого уровня. В принципе, самое смешное, что это оружие можно купить, если вы там, допустим, играете нечестно в игру, да, там, с применением каких-нибудь читов на деньги. Это оружие можно купить у первого уже интенданта и больше не испытывать никаких проблем в игре. Но я спокойно прохожу, в принципе, и так. То есть ничего сильно сложного нету. Единственная сложность в самом начале. То есть пока вы не получили более-менее нормального оружия или более-менее нормальных улучшений для того же оружия, у вас будут небольшие проблемы с убийством тех же гетов. Но как только вы получаете оружие, как вы видите, у вас таких проблем уже не будет. И дальше игра становится очень легкой. С исключением только тех моментов, когда мы дойдем до последней миссии. Вот там будет немножечко жестковато, но не сильно, чтобы прям так совсем. Я не знаю, игра, в принципе, сделана хорошо. Баланс сделан довольно качественно. Единственное, с исключением, что вначале у тебя нет денег вообще, а потом у тебя денег настолько много, что они тебе нафиг просто не нужны. Поэтому такое. Так, вернуться на Нормандию. Замечательно. Что я хотел сделать, это, во-первых, посмотреть на задание, которое мы сейчас сделали. Так, город найди. Турянские эмблемы. Нет, это не то. Феррес. Вычислить получателя поставок. Оставьте все в амазонке скопление Voyager. Пройдите расследование. А мы сейчас, получается, куда будем? Гомоида. Кокуса. Кокуса. Система и кокуса. Траверс Кайперты. Так. Которые, по всей видимости, убили Кайперта. Ну да, это мы уже сделали. Это, по-моему, на цитадели. Ну да. Траверс Кайперта. Угу. Траверс Кайперта. Короче, весело. Ваи на луне на нашей прям. Ладно, сейчас мы будем с вами на кокусу отправляться. Кокуса. Боже, кто так придумал назвать ее? Даже страшно как-то чуть-чуть. Самую малость. Так. Летаем отсюда. Кокуса. И здесь нам тоже нужно будет изучить все планеты, которые здесь есть. В принципе говоря. Давайте с этого и начнем. Трейарм. Водородно-гелевый газовый гигант, обладающий мощным магнитным полем, что делает его популярным местом для разрядки двигателей грузовых судов, следующим по маршруту Ананси-Иштар. Из-за популярности этого места здесь часто можно найти кварианцев, которые продают экипажам грузовых судов дешевые закуски, ломы, стандартные сувениры, которые делают их дети. В настоящий момент, однако, кораблей на орбите планеты нет. Фаренгор. Фаренгор крупная планетарная планета земного типа, имеющая небольшую плотность, состоящая в основном из водяного льда. Периодически поднятая металлом, вызывает приливные... Периодически поднятие металла вызывает приливными силами нескольких крупных спутников, свидетельствует о том, что у Фаренгора небольшое, но чрезвычайно плотное ядро. Тонкий слой атмосферы Фаренгора содержит углекислый газ из этан. Поверхность состоит большей частью из водяного льда с вкраплениями углерода. Десять лет назад тусклое освещение и мрачный свет поверхности стали причиной, по которой режиссер Лиса Уварсон выбрал Фаренгор местом для съемок на тур фильма «Без звезд». Получившееся произведение было признано шедевром в жанре готического фильма ужасов, а декорации, прекрасно сохранившиеся в вакууме, привлекают в тихую систему сотни туристов каждый год. Вот такие вот дела. В результате сканирования этой планеты было обнаружено несколько небольших месторождений Полония. Ну, почему нет? Нам... Нам только за... Мы только за... Мы не против. Замари. Замари — это небольшая планета земного типа, похожая на Луну. Ее холодная поверхность состоит большей частью из силикатов, хотя в одном из полушарий есть несколько морей темных базальтовых скал. Так, понятно. Сюда мы еще зайдем. Тогда сюда. Зайартор — загадочная планета земного типа, туманная атмосфера которой содержит азот и аргон. Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока состоит большей частью из кальция, встречается в залеже натрия. За последние столетия на освещенной стороне Зайартора кораблями, останавливающимися для разрядки двигателей, три раза были зафиксированы случаи обнаружения огней, составляющие геометрические фигуры. Попытки более подробного изучения явлений ни к чему не привели. Огни исчезали при приближении кораблей. Крупные месторождения ртути мы здесь нашли. Мы полетели тогда на Чохе. Итак, Чохе — планета земного типа. Ее поверхность имеет высокое содержание алюминия. Встречаются многочисленные залежи кальция. Несмотря на то, что масса Чохе достаточна для удержания плотной атмосферы, атмосферный слой фактически отсутствует, по этой причине средняя температура имеет умеренное значение, но разница дневных и ночных температур крайне высока. Поверхность, обращенной к какусу стороны Чохе, обычно покрыта туманом, состоящим из летучих веществ. В основном это водяной пар и углекислый газ, который становится инеем в течение долгих холодных ночей. Фондом Сирта на Чохе был построен исследовательский центр для изучения местных форм подземной жизни, демонстрирующий невероятную способность выдерживать экстремальные перепады температур. Приземляемся. Так, ты, ты. Посмотреть отряд. Все и так понятно. Поехали. Замечательно. Сохранились и смотрим, куда нам надо. Вот сразу к аномалии поедем. Не будем долго тянуть, поедем сразу к аномалии и посмотрим, что здесь вообще есть. Что нам здесь надо было найти? Я уж не помню. Ну, в общем, что-то нам здесь надо было найти. А что, фиг его поймет. Потому что я подзабыл, если честно. Так. Здесь, получается, будут молотобойцы с стороны с горючим. Ручное отключение. Давай налево. Отлично. Неплохо. Фрагмент записи матриарха. В обнаружении фрагмент записи матриарха. Деленаги. Его состояние оставляет желать лучшего, но большая часть неплохо сохранилась. Замечательно. Так. Набор улучшений. Почему нет? Похоже, кто-то здесь жил. В ящике вы нашли место... Просроченные продукты. Фрагмент записи матриарха Деленаги. Он достаточно хорошо сохранился, в отличие от еды. О, да неужто мы нашли место, где обитали Деленаги. Обитал. Вы искали, что искательный патрон. Найдены записи матриарха. Неизвестно, кому принадлежит этот контейнер, но внутри вы обнаружили одну из записей матриарха Деленаги. Ну, видимо, мы нашли все-таки то место, где я отдыхал. Так. По мере приближения к передатчику, вы улавливаете грустную мелодию. В исполнении струнного квартета вы выключаете систему, кто бы здесь ни жил. Они появлялись уже достаточно долго. Ящики покрыты белой пылью, чо-хэ, а контрольные индикаторы показывают, что атмосфера в домике давно непригодна для жизни. Такие дела. Так что все это дело мы чуть-чуть отключим. Ну, а смысл, собственно, чтобы энергия как бы тратилась. Так, и нам нужна научная база, которая находится, собственно, в самом низу. Но мы туда еще сгоняем. Пока что мы попробуем поехать уже все-таки вот здесь вот и встретить какого-нибудь молоторука, например. Как вариант. Хотя почему-то мне кажется, что ни хрена я никого не встречу здесь. Ну, почему нет? Так, ну, поедем тогда вот таким образом. раз мы уже доехали до края. Примерно в эту сторону. Думаю, что будет весело. Так, ну что-что-что-что-что-что здесь есть что-нибудь, да? Что-то вот там вот что-то действительно есть. И, как всегда, надо забираться на город. В тот момент, когда мы просто предоставляют выборы и всегда заставляют забираться выше, 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 еще выше. И это месторождение Плутония. Замечательно, добыли, получили еще 18 штук. Опять уже 18, кстати говоря. до этого было 16. У нас, по-моему, левел еще дался, но кого это волнует? Пока что мы едем в ту сторону. Не дай бог, как говорится, найдем что-то полезное, ну а нет, так нет, собственно говоря. А, сколько у меня получается там денег там в ровную? О, уже почти 2 миллиона. Замечательно. Тот момент, когда я говорил, что деньги особо то тратить не на что. И вот смотрите-ка, мы нашли вопросительный знак, который могли бы не найти. Это, кстати, еще одна причина, по которой я здесь езжу, а не только из-за того, что мне нужны ископаемые. Мародеры, видимо, опять. Наемники, а не мародеры. Ну, собственно, разницы-то особой не было. И так, что же они здесь прикрывали? Труп. Должно быть, этот утилизатор погиб при попытке разобрать упавший спутник. Тоже вариант. Так, ну ладно, едем дальше. Нам, собственно, тут особо-то искать-то нечего. Едем мы вниз как раз-таки. Посмотрим, что там есть интересного. Потом сразу свернем налево и поедем уже на лабораторию или что-то. Ну, поняли, про что я. пока тупо грустно прыгаем на мака. Боже, как его все время разворачивает, я просто прифигеваю. Так. здесь должна быть пить и подземная живность, но ее почему-то нет. И это как-то напрягает и сейчас. Не, не то, чтобы я лишний раз хотел встречаться с подземной живностью, которая здесь обитает, но почему бы нет, на самом деле, почему бы нет. Так, ну, теперь нам получается в эту сторону по прямой, собственно, то есть разницы-то особой нету, так что я просто всегда описываю круг, получается, по карте. И там уже либо нахожу что-то полезное, либо нифига. О! Вон, я вижу это месторождение, вон оно. Ох, кижмайки. Какой злой молотильщик. Знаете, тот момент, когда он мог вылезти прям рядом со мной. А был бы прикольный, кстати, если бы было два, например. Уж согласны со мной, правильно? Кстати, такие два молотильщика на вас вылазит. Вы так сидите и не знаете, что вам делать. Все, улезь опаху. 37 штук я за него получил, за прошлого 26, по-моему. А может, я ошибаюсь, не знаю. В любом случае мне хватает. Доехали мы до суда, вылазим, разведать, искать. Замечательно, полезное ископаемое, ртуть, все дела, уезжаем дальше. 18 штук своих получили, радуемся жизни. Теперь к лаборатории. А вот встретим этого Дзеленаги или эту Дзеленаги. Сложно сказать по инопланетным именам, кто есть кто. Так. Ну, давайте, сохраняемся здесь и сохраняемся, когда при входе. на всякий случай. Почему я часто сохраняюсь? Ну ладно. Уничтожьте террористов, но внимательно выбирайте свои цели. Гражданские настолько одруманены наркотиками, что могут случайно попасть под огонь. А, это именно эта миссия, да? Угу. Наша задача не уничтожать гражданских. Уничтожать только террористов. Ау. Ну вот, минус-лидер. Ау. Ну, вроде ученых я пока не перебил. Не знаю, вроде как легко даже прошло. В-4 комплекс. Все гражданские в безопасности, правда, по-прежнему что-то бормочит себе под нос, шарахаются с криками от мусорных баков. Эволюция человечества, да, эти биотики не особо-то отличались от остальных подонков, с которыми вам приходилось иметь дело. Ну да, есть такое. Я надеюсь, что я найду хоть что-то полезное. В общем, мне кажется, что я нифига не найду интересного ваа, хотя, может быть и нет. О, Кеслер. Они ползут по моим пальцам. Я чувствую, как трепещут их крылья. Ну вы поняли, да? О, боже ты мой. Походу, ребята уже окончательно свихнулись. Самывалось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы не чувствуете, как я расту. Я разрушу все вокруг! Какая, какая маленькая девочка. Такая дико растущая. Я же чуть даже не обкакался. Ладно. Ну окей. Я не буду на этом зацикливаться. Так, неисправный контрейнер. Контрейнер. Вот еще один запертый ящик. Ручное отключение. отлично. Пузыри, пузыри, но когда я к ним прикасаюсь, они лопаются, все слишком быстро крутится. Вы не чувствуете, как я расту. Я разрушу все вокруг! Какая она няша, а? Боже ты мой. Ладно. Надо будет это запомнить. Если посмотреть на них, они подойдут. Надо отвернуться, надо двигаться, тогда они не украдут твой голос. Где оно? Вы его видели? Оно только что было тут. Такая красота. Самую малость. На самом деле, что я хотел сказать отдельно, все ругают перевод первого масс-эффекта, но вы подумайте, какая была проделана колоссальная работа по его озвучанию. Это же просто офигеть. Ну, примерно так же, как было с Dragon Age. В Dragon Age там тоже огромнейшее количество диалогов, как и здесь, и это реально круто. Я не знаю, почему многие считают, что все это фигня, и все плохо сделано. Я, наоборот, считаю, что это сделано очень хорошо и очень круто. Хекиту сообщить это потом. Так, Турианские эмблемы это потом, дипломатия Азари. На цитотеле находится хорошо, неисправный ВИИ на Луне. Вот, кстати, давайте-ка слетаем на Луну. Поступило сообщение, соединяю. Не думал, что это возможно, капитан. Вам удалось захватить базу и нейтрализовать биотиков, не допустив жертв среди ученых. Я выполняю свою работу, адмирал. Я не могла допустить, чтобы погибли невинные люди. Хотел бы я, чтобы все так выполняли свою работу. Вы гордость альянса, Шепард. Мы у вас в долгу. Пятая флотилия отбой. Ну что ж, спасибо. Ладно. Здесь мы все сделали. Ну, по идее, все. Так что с Кокусу мы улетаем. Так, местное скопление, солнечная система. У нас получается солнце, да, конечно. Вот у нас земля и вот у нас луна. В свое время луна была одним из первых источников гелия-3. В настоящее время на ней производится добыча материалов, использующих в космическом строительстве более двух десятков крупных станций, находящихся в точках Лагранжа Л4 и Л5. У меня система Земля-Луна построена из них. Приземляемся. Ну, собственно, что будет конкретно на Луне, вы увидите уже в следующей, дорогие мои друзья, серии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok